Технострой Олимп. Доступное жилье каждому. Благотворительные выставки, концерты, флешмобы. Так, в России сегодня поддержали международную акцию «Щедрый вторник». Клинчане не остались в стороне. Сдавали кровь, проводили открытые уроки в школах, участвовали во флешмобах. Подробности далее. Виктория Назарова участница акции «Щедрый вторник». Но, между тем, она уверена, для добрых дел не нужны особые даты и праздники. И это подтверждает запись в ее медкарте. 40 отметок о сдаче крови. Сегодня Виктория стала почетным донором. Наши врачи летом звонили, просили, что якобы моя кровь по какому-то составу подошла девочке. Как бы нужна помощь. Едем, отзываемся, конечно, приезжаем, сдаем. Донорскую кровь принимают для Клинской горбольницы, роддома и Высоковского онкоцентра. Плановые цифры по забору крови – 765 литров – закрыли еще в октябре. Но банк пополняют для экстренных случаев в числе активных доноров – общественники. Мы сегодня здесь собрались с членами общественной палаты, потому что сегодня щедрый вторник. Мы помогаем людям, которые сейчас болеют, и сдаем для них кровь. Такие акции стараемся устраивать регулярно. Восстановили силы сладким чаем и легким перекусом. Стол подготовили общественники. Пирожки сладкие, пожалуйста, конфеты, вафли. Все, что нужно. Процедура по сдаче крови полезна для организма. В этом уверены и сами доноры. Об этом же говорит и медперсонал. Особенно мужчинам, а женщинам, она физиологически имеет кровопотерю. Обновляются клетки. Через 60 дней восстанавливается вся формула крови. К благотворительной акции «Щедрый вторник» присоединились и клинские школы. В 17-й, например, прошли тематические классные часы. Как вы видите, вот что для вас это такое? Попробуйте, изобразите. Добро. Вместе со взрослыми ребята пытались ответить на вопросы, что такое добро, кто такой добрый человек и зачем нужно совершать добрые поступки. Добрые дела надо творить для того, чтобы, ну, когда ты сделал какое-то доброе дело, тебе на душе становится легче, тебе как-то радость не становится. Мне мама часто дает всякие вкусняшки там поесть, и я почти со всеми делюсь. Говорить, рассуждать, обмениваться мнениями на эту тему нужно обязательно, уверены учителя. Особенно сейчас, когда в интернете незаметно происходит подмена понятий добра и зла. Такие темы являются всегда актуальными, то есть они никогда не уходят в никуда. Поскольку мир постоянно меняется, меняются вообще, наверное, какие-то прерогативы, да, и у детей, и у взрослых. Детям нужно говорить о том, что такое доброта, чтобы умели рассуждать, не только даже, наверное, сказать, надо рассуждать, а умели видеть и делать добро. Хорошими делами прославиться можно. Вот только добрые поступки люди совершают не ради славы, а просто от чистого сердца. Если бы не наша съемочная группа, поступки этих клинчан так бы и остались за кадром. То, что помню с детства, это когда мы нашли с подушкой котят, естественно, мы их собрали и потом раздали в добрые руки, чтобы они не пропали. Это самое то, что сейчас могу быстро вспомнить. Вчера вечером я переходила к пешеходному переходу, и был дедушка, и я понимала, что ему очень тяжело переходить, потому что машины стоят, и люди очень быстро прошли, а он долго идет. И я просто шла с ним в его темпе, чтобы ему было комфортно идти. Я дома полы мою каждое утро почти. Нет, а вы знаете, мы очень добрые люди, это люди, и любим людей. Да, и вот это самое главное доброе дело. Относиться к людям хорошо. Сегодня вся страна присоединилась к международной акции «Щедрый вторник». Участвовать могут все. Достаточно не поскупиться на слова любви и благодарности для родных, соседей, коллег и окружающих людей. Татьяна Барулина, Андрей Королев, Дмитрий Кириллов. Новости дня.